итак на дорожке уже андреа балдини вот он на ваших экранах 31 год этому спортсмену чемпион олимпийских игр составе сборной команды италии чемпион мира многократный чемпион европы вообще к спортсмен высочайшего класса высочайшего уровня и такой вот он приятный парень в общении скромный без таких традиционно присущих итальянским фехтовальщикам эмоции хотя все конечно бывает но есть такие совсем прям персонажи очень активные в этом плане а андреа достаточно спокойный ну и дмитрий жеревченко я честно говоря очень рада за этого спортсмена потому что как-то все время в тени вот он находился сборной команды не между первого состава и вот это первое его здесь появление в финале очень интересный рэперист он из курска из знаменитой школы курчатовской точнее школы да где в общем то откуда выходят одни рэперистки но вот такой вот уникум такой редкий представитель в общем ты и мужчина там появились но на самом деле он пока единственный такой и вот очень интересная у него манера фехтования у дмитрия жеревченко он очень аккуратный он такой прям ювелирный кружева можно сказать плетет своей рапирой и в общем-то красиво очень фехтует но я думаю что мы все это увидим 21 ведет пока дмитрий жеревченко андреа балди не попросил здесь паузу он видим в плечо папа очень сильно до дмитрий жеревченко и пропускает сейчас укол андреа балди не счет равный 22 но не согласен дима с арбитром и отправил он арбитра на повтор мне кажется чуть погорячился поторопился может был очень то с этой фразой как-то так спокойнее обойтись а повторы поэкономить для 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 дальнейшего боя до будет еще длинный суть по всему предстоит они посмотрите и на самом деле оказался право дмитрий жеревченко арбитр отменяет ухо и счет прежний 21 в атаке андреа балди не счет 22 все-таки контратака в исполнении андреа балди не посмотрите как корпус убрал развернулся и диме колоть было некуда и сделают каш очень быстро не успел попасть жеревченко своего соперника да видите разворот корпусом и все мертвое пространство в атаке андреа балди не наносит укол дмитрий жеревченко 42 ведет и все время хватается за плечо андреа балди не ты не могу понять то ли это травма какая-то хроническая то ли это уколол больно еще один уколол у нас и дмитрий жеревченко сравнивает счет у меня такое ощущение что все-таки это травма у андреа балди не потому что все время он хватает и за плечо рука вооруженная каши вставать с такой травмой не очень не очень легко да все время все время смотреть что он массирует вот этот место прикрепления ну если можно так выразиться руки к плечу тем не менее репост каши выдал будь здоров 54 пока ведет андреа балди не и еще один уколосит андреа перехват 64 репост пользу дмитрий жеревченко 65 атака с действием на оружие со стороны дмитрий жеревченко но вот андреа балди не очень скажем очень сильно не согласен с арбитром столько эмоций тут было просто возмущению нет предела считает мест на самом деле кажется все правильно арбитр расценил эту фразу дмитрий жеревченко на ваших экранах да и арбитр не меняет свое мнение 66 еще один укол в андаке наносит дмитрий жеревченко 76 ведет в этом поединке еще один укол в атаке как мне кажется арбитр считает атаку в пользу андреа балди не счет равный 77 тут эмоции кэш зашкаливают уже и у балди не давайте мы посмотрим что здесь было мне кажется кстати обалдение на встречу колол проиграл фразу мы посмотрим что скажет арбитр 77 защита ответ чисто этот крыш красиво делает андреа в защита ответ в одну лампу защита ответ не горит пошел в атаку дмитрий жеревченко перехват этот красиво конечно было на шаг вперед батман укол очень красиво смотрите как сделал бам бам и все и вот уже деваться было некуда андреа балди не 8 8 недействительный красивый бой и тот и другой вот обладает такой красивой техникой 222 кур аккуратиста можно сказать но тем не менее скорости большие у ребят естественно да и сила тоже есть но вот этот вот превалирует все таки вот этот элемент такой какой-то тонкого вставания да один фонарь горит в пользу андреа балди не защита ответ делал дмитрий жеревченко и не попал своего оппонента проскочил вперед андреа и кого-то было некуда красная конечно есть фехтование вот так что мы с вами видели в исполнении нам того же дмитрия ригина да очень мощная такой очень скоростное фехтование а вот здесь вот посмотрите они вот практически стоят вроде как на месте да ребят и все у них аккуратненько вот эти узкие переводы и с одной стороны и с другой стороны кашет очень красиво 9 9 счет равный не действительный защита ответ чисто опять двумя переводами 10 9 и 29 секунд остается и 10 10 смотрите какой бой укул в укул ребята не знаю дефектует до 2 до 2 3 минутки вообще на самом деле очень быстро что здесь я честно говоря сама не увидела на секунду отвлеклась а здесь уже целая фраза и масса эмоций сейчас посмотрим вообще что там у нас повтором покажет не покажет да посмотрим ну в общем то можно давать конечно атаку пользу обалдение так собственно и я понимаю произошло да да все правильно 1110 защита ответ пользу обалдение очень красиво защита ответ круг 6 в спину в плечо точнее получил дмитрий жеребченко 12 10 ну что нельзя итальянца далеко отпускать на такая сейчас у хочет носить желательно не действительный укол 5 секунд ну наверно уже все до расходятся ребята все-таки дофехтовали до перерыва и 2 3 минутка нас с вами ожидает сейчас будут получать своим тут наставления ну что дмитрий жеребченко на ваших экранах я вот уже сказала о том что впервые он попал в финал рапиры санкт-петербурга очень интересно очень очень интересный рапирист я надеюсь что в общем то его ждет еще не много 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 лет хорошая карьера да вот тут раскрывается только парень на самом деле 27 лет диме и это вот к разговору о том кто когда раскрывается в хитовании в общем-то зачастую происходит не сразу у каждого свой какой-то период свое время нужно людям сразу конечно попадает там из юниоров до во взрослой команды кому-то нужно время ну вот еще получается что дмитрий жеребченко вот только-только сейчас начал как-то себя чувствовать в это в этой хорошо вот видите да рапирного фехтования ну и за еще хочу сказать что дмитрий жеребченко жена виктория ковалева саблистка нашей сборной команды и вот сегодня в этот самый день когда дима фехтует здесь санкт-петербурге она фехтует в китае на этапе тоже кубка мира знаю что уже проиграла не так удачно выступила как дмитрий жеребченко и тем не менее вот такая фехтовальная пара у нас есть ну их много вообще честно говоря фехтовальных пар в нашем виде спорта ну вот это одна из так скажем действующих сегодня тринадцать десять в пользу андре балдини сейчас у полного дмитрия жеребченко тринадцать одиннадцать последнее наверное действие сейчас обоюдно нет последнее действие арбитр считает пользу дмитрия жеребченко и всего один укол получается дмитрий у нас проигрывает на тут андре балдини требует требует просто повтора не согласен он ну и мы тоже посмотрим что там было я предлагаю послушать арбитра и арбитр считает укол пользу дмитрий жеребченко тринадцать двенадцать защита ответ ай-яй-яй-яй-яй-яй ничего не горит в атаку пошел обалдение еще одну и напарывается на контратаку одна лампа горит здорово неожиданная на это такой нестандартный получился прием вот в этой ситуации да очень здорово равный счет 13 13 трапира из рук вылетело дмитрия жеребченко но хорошо что там не как-то балдини остановился и арбитр по моему стоп дал да бывает такое конечно вылетает оружие из рук белый фонарь горит у андреа балдини что-то с что-то с экипировкой на видимо рапира наверное горит белый фонарь но наверное будет менять андреа балдини рапиру пока не могут тут они с арбитом тут разобраться а мы смотрим как был конечно нанесен этот укол прямая рука здорово очень красиво конечно было но и арбитр требует от андреа балдини рапиру заменить или что там будет менять рапиру не могу пока понять если рапирует конечно это не очень сложно и главное что это быстро а суть по всему а суть по всему шнуру андреа балдини тут не работает самое интересное что и в вот в чехле до которые приехала вместе с андреа балдини на этот поединок где по идее ты шнур должен быть там нет запасного этого шнура ну и вот итальянцы пошли туда куда-то к своей команде да этот шнур у кого-нибудь взять но все вот я думаю сейчас уже принесут дмитрий жеребченко только что был на ваших экранах ну что для него кстати наверное пауза то в общем то нужно да потому что сейчас подышит он немножко при себя придет тоже тяжело прям последние 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 уколы в общем-то тяжело давались дмитрий жеребченко есть возможность перевести дух защита ответ мы только что с вами выделю исполнение андреа балдини ну вот итальянец на ваших экранах естественно увидим моего на олимпийских играх в рио-де-жанейро сборная команда италии отобралась в командных соревнованиях в общем то будет представлена самыми сильнейшими реперистами своей страны ну вообще конечно олимпиаде всех ждет очень жесткая борьба олимпийский турнир как известно очень короткий очень скоротечный и от этого напряжения там возрастает просто в какой-то геометрической прогрессии но будем надеяться что ребята наши не подкачают но я напомню что рапира санкт-петербурга это последний этап кубка мира в этом сезоне еще будет чемпионат европы в конце июня но и в августе олимпиада и так 13 13 атака здесь на оружие восполнение андреа балдини не 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 я конечно понимаю да наши тренеров ну повторно надо взять конечно может быть но тут Чистое действие на оружие. Давайте посмотрим на повторе. Вот он, Батман и укол. Да, ну, арбитр, конечно, будет считать эту фразу в пользу Андреа Балдини. Я не вижу, в общем-то, честно говоря, каких-то других вариантов. Будем объективными. Ну, посмотрим. Что-то там совещание какое-то у арбитров идет. Может быть, и какую-то другую они видели фразу. А мы еще раз посмотрим. Давайте. Нет, ну, действие на оружие, в общем-то. Такие фразы рассматриваются в пользу, конечно же, атаки. И арбитр, смотрите, что интересно. Он воздерживается. Воздерживается. И никому, и никому из раперистов уколы не присуждаются. Очень злой Андреа Балдини, можно так сказать, да? Пошел в такую атаку, что, в общем, оторвал... Шнур, который соединяет маску и куртку. А что здесь? А здесь ответная атака в пользу Дмитрия Жеребченко. Да, не держит Андреа Балдини эмоции. Вот уже зашкаливает, конечно, у него, видимо, там все внутри. И атаку-то он не подготовил эту. Ну, сложно, конечно, сложно. В фехтовании, конечно, очень важно держать себя в руках в те моменты, когда вот все, казалось бы, против тебя. Голова должна быть холодной. Мне, конечно, тут хорошо рассуждать. Защита-ответ в пользу Андреа Балдини. Укол недействительный. Красивая была фраза. И в воздух взлетел итальянец. Ну, так жестко, конечно, идет борьба. Чистая атака, какое забалдение. Посмотрел он так выразительно на Дмитрия Жеребченко. Ну, я говорю, конечно, эмоции там бушуют внутри итальянца из-за вот этой фразы, которую, как он считает, несправедливо не засчитали. Счет равный 14-14. Ну, посмотрим, у кого, так скажем, и нервы крепче. У Мастер Квап хватит на вот этот последний 15-й укол. Мастер Квап хватит на вот этот последний 15-й укол. Недействительный. И чистая атака в пользу Дмитрия Жеребченко. Здорово нанес. Все эти довольны, конечно же, Дмитрия Жеребченко. И 15-14 он выигрывает этот поединок у Андреа Балдини. Давайте посмотрим, как это было. Шажочек, еще один шажочек. И резко делает выпад. Не успел Андреа Балдини уйти назад. И так вот руку бросил, конечно, от бессилья. Не успел уйти назад. Очень хорошую сделал атаку Дмитрия Жеребченко. И со счетом 15-14 он выигрывает этот поединок. И что, мы с вами станем следителями российского финала на Рапире Санкт-Петербурга.